Было вообще очень печально. Вверх был весь ободранный, просто был сруб, были практически дырки. Ремонт своего дома Светлана Оленина решила начать год назад. За 300 тысяч бригадир по имени Артём Михай согласился обшить здание сайдингом. Привёз рабочих, но через три дня потребовал всю сумму вперёд. Договор заключать отказался, оставил лишь расписку. А потом начал требовать ещё денег. Денег мало, давайте ещё. Я говорю, нет, всё, достаточно денег, больше не будет, вы получили, все деньги сполна, даже больше этого. На что он мне отвечает, если не будет денег, не будет никакой работы. Светлана обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Я обратилась со своей бедой, своим несчастьем, потому что я на зиму осталась просто с ободранным домом, практически вот сей уверенностью у меня было. И мне никто ничем не помог, вообще никто. Просто посмеялись, с кем вы связались. Светлане пришлось влезть в долги. Взять кредит 600 тысяч и нанять новую бригаду. В соцсетях ей удалось найти товарищей по несчастью. Среди пострадавших – пенсионеры из Коврова. Ну вот, у нас взяли 40 тысяч. И вот в таком результате получили мы. То есть ничего не сделано? Ничего не сделано. За ремонт крыши и комнат недобросовестным строителям пенсионеры отдали 250 тысяч рублей. И опять – никаких документов на руках. И полиция тоже не помогла. По информации пострадавших, проживает строитель в цыганском посёлке. Городской полицейский, он сказал, чтобы достать Михая из этого убежища, нужно вызывать ОМОН. И я подумала, что да, связываться не будут. По нашей информации, это не единственные пострадавшие. Мы дозвонились до Артёма Михая, но разговаривать с нами он не стал. Ну, они говорят, что вот вы деньги вперёд взяли, работу обещали выполнить, а не выполнили. Нет, это не так всё это было. А как было? Девушка, вы перестаньте, пожалуйста, занимайтесь своим делом. Не, не звоните, пожалуйста. Пострадавшие утверждают, обманувший их человек связан с квартирным мошенником. Есть такой-то, такой-то паста Мичио. Это его сын Михаил Мичевич Артём. Мол, он взял фамилию матери, так как, видимо, было это громкое дело. Об этом знали все. О деле Мичио Баста рассказывал наш телеканал. Вместе с сообщниками он отнимал квартиры у доверчивых пенсионеров. За что в конце 2018 года был арестован по обвинению в мошенничестве и заключён под стражу. В деле было четверо потерпевших. Баста Мичио Баста, 6 месяцев, 2 рождения. В 1980-е, 24-е, 1-е. Но через полгода Баста изменили меру пресечения на домашний арест. И он сбежал. Спустя три года фигурант всё ещё находится в розыске. Люди боятся, что от наказания уйдёт и его сын. Некоторым из них уже пытались угрожать. И мне звонит неизвестный абонент. А это говорит, мол, я и есть Артём Михаил Мичевич. Он говорит условно, что, знаете, там люди живут кто-то долго, кто-то мало. Вот ходите, говорит, и оборачивайтесь. Но привлечь подрядчиков, аферистов к ответственности непросто. Такие дела под статью о мошенничестве не попадают, говорят юристы. Мошенничество предполагает хищение денежных средств путём обмана либо злоупотребления доверием. Здесь как бы хищения нет. Он же начинает выполнять работы. Он выполняет очень медленно, некачественно. Но здесь нет такого, что он исчез с этими деньгами. Попробовать вернуть деньги можно через суд. Светлана его выиграла. Но приставы не могут взыскать 200 тысяч. У ответчиков собственности лишь часть дома и земельный участок. Юристы советуют заключать договор на любые работы с указанием их стоимости. И проверять репутацию подрядчиков. В том числе по отзывам в социальных сетях. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков.